Сегодня у нас в гостях широко известный в узких кругах рэп-артист по имени Буфет Монфрер. И первый вопрос, конечно же, что вы думали, Федор, почему Буфет? Ну, история на самом деле такая старая, банальная довольно-таки. Буфет было, прозвище такое с детства, с юности, лет, наверное, с десяти. Честно, даже Корнею не помню, но всем говорю, что подрезал пирожки в школе, поэтому Буфет. Опасный текст. В буфете. Вот, а Монфрер чуть позже появился у нас первый музыкальный проект «С другом с моим». Ну, никакого особо успеха, известности и песен даже, наверное, не осталось практически. Но как некая такая приставка, она, в принципе, осталась. И со мной, чтобы я помнил свои корни, и все остальные тоже помнили эти корни. Ну, я думал, ты хотя бы какую-то интересную историю расскажешь, а оказалось все банально и просто. Банально, да. Ну, на самом деле, просто еще любовь к французскому языку и французскому рэпу в том числе. И мы хотели сделать что-то такое нестандартное, выебнуться как-то, придумать какое-то название такое. Сегодня я видела дурной сон. Слово «сон» было произнесено Клавдией Ивановной с французским прононсом «сон». Да, вот так, «сон» или даже «сон». Ну, «mon frère» с французского переводится «мой брат». Соответственно, вся музыка, которая была на тот период записана, она выходила под эгидой. Это все моим братьям, все нашим братьям. Поэтому как-то так. Понятно. Ну, в связи с этим, как ты к французскому порну относишься? Ах, ах, ах. К французскому порну, честно, даже не смотрел. Немецкое знаю, французское. Что-то. Надо было как-то назвать «тигериш-тишкает буфетом». Ну, ладно, не суть. Вот такой вопрос. Почему, собственно говоря, рэп? То есть, я так понял, что ты же начал заниматься гораздо раньше, там, да, музыкой, когда еще было популярно вот это все «Ска-не-Ска»? И почему, откуда рэп-то пошел? История простая. Опять же, я первоначально занимался баскетболом. То есть, ну, я думаю, по росту мне видно заметно. Да, людей такого роста встретить запросто непросто. Плюс сильное влияние брата моего родного, который рисовал там в начале самого нулевых первой граффити. То есть, любовь к баскетболу. И все-таки закрутилось. Ну, короче, культура, в общем, она была связана с кит-хопом, но черная культура. И я, то есть сейчас, как обычно, люди, которые читают рэпы, они сразу все это отрицают. Рэп это кал. Чувак, у тебя мелочи есть? Не, я изначально рэпер, и, в принципе, этого не стесняюсь. Подождите, то есть вы хотите сказать, что рэп это не кал? Да, мне вообще... Ответь петуху честно. Как тебе сказать? Не знаю, как форма, как музыка, мне она вполне устраивает и вполне нравится. А как кал? А... Капрафагию опустим. Ты, насколько я знаю, сейчас проживаешь в городе Санкт-Петербург. Но сам ты из Тульской области. Нет, из Тула. Из Тула, не из области, да. Почему? Как так получилось, что ты начал развиваться в Туле, переехал в Питер? Я еще в Москве жил. Еще и в Москве жил? Да. Ах ты падла. Расскажи свою географию, почему именно так у тебя жизнь? Ну, да жизнь никак не повернулась. Мы сами повернули свою жизнь, в принципе. Но Тула – небольшой провинциальный город. И на определенном пути становления, развития, даже неисколько творческого, а личностного, просто люди вырастают из этих городов, им хочется чего-то нового. Я думаю, это тоже вполне банальная история, что люди переезжают либо в столицу, либо в северную столицу. Я отучился в Туле, закончил университет, понял, что работать и жить в Туле я не хочу. Поехал в Москву. Славься, страна, мы гордимся тобой! Пожил в Москве где-то год, особо никаких вариантов для развития не было. Потом предложили работу хорошую в Санкт-Петербурге, и вот уже 4 года в Петербурге. Перевожу для тех, кто, ну, наверное, посчитал, что это слишком умный ответ. В Москве наркотики гораздо дороже, чем в Санкт-Петербурге, поэтому Федор переехал туда. Или так. Вот. Объясни мне такой момент. Вот у тебя есть трек про локомотив, да? Как он называется? Красно-зеленый? Навек сердце твои цвета. Сердце твои цвета, да. Расскажи мне, проживая в Туле и имея в наличии футбольный клуб «Арсенал Тула», почему ты стал болеть за локомотив? Как это получилось? Чтобы одержать победу в этом раунде, господин Грузь должен ответить... История такова, что на определенном этапе становления и развития тульского арсенала футбол в городе вообще умер. То есть это как раз были моменты с 2000, дай бог памяти, 4-5 года до того момента, как сейчас «Арсенал» снова вернулся в начале 1-й дивизион, потом в премьер-лигу. И интереса среди молодежи в городе к футболу вообще не было. Учитывая то, что я всю жизнь занимался баскетболом, мне на футбол было вообще параллельно. То есть я воспринимал только одну спортивную игру. Опять же, сильное влияние брата. То есть если бы, наверное, это был отец, было бы сильное влияние отца, брат, учась в Москве... Судя по всему, в Миите. Нет, не в Миите, но проживал в районе Черкизовской и так далее. И, соответственно, стал болеть за московский локомотив. И первый стадион, первая футбольная игра вообще, которую я посетил в своей жизни, это была не игра футбольного арсенала. То есть это была игра «Локомотив Московский» в 2005 году. И мне, как человеку, которому был безразличный абсолютно вид спорта, абсолютно безразличная вся движуха, которая происходит вокруг да и около, я немножечко охуел, когда я увидел реально, как круто болеют люди, как они делают какие-то определенные перформансы. Потом стал вливаться в то, что связано с какими-то условно противостояниями футбольных клубов. И для меня этот футбол как бы он расширился и стал намного шире. И то есть я думаю, это мог быть абсолютно любой другой клуб, исходя из того фактора, что тебя приводит на стадион брат, отец и так далее. Поэтому какую-то традиционную для себя там схему от отца к сыну, от брату к брату, я считаю, что вот она именно сработала. Просто она сработала не в проекцию Тульского Арсенала, а в проекцию Московского Локомотива. Тульского Локомотива. Тульского Локомотива, Московского Локомотива. Поэтому хочется обратиться к футбольным функционерам города Тула. Вот, кстати, у меня петух этих цветов. Пришли ребята, смотрят на тебя, а ты стоишь, как сопля из носа выскочила и лежит на асфальте, никто не поднимает ее. Смотрите, что вы с людьми делаете. Они уезжают из родного города, ходят в Черкизово. Хорошо еще вещи не начал продавать. Так что обратитесь, пожалуйста, к своим собственным людям и начните продвигать футбол в массы. Хотя на выезде за торпедой я честно тебе скажу, что там полные стадионы. Ну, полные стадионы это сейчас, потому что команда в премьер-лиге все стало популярно, модно-молодежно. Хотя в Туле, в принципе, никогда такой проблемы не было по поводу поддержки местных клубов. Точнее, не местных, а местных, я имею в виду столичных клубов. То есть ты сам понимаешь, что изначально это город был, который про ЦСКА. То есть там люди постоянно катались и поддерживали условно ЦСКА. Ну, Тула-Кони, как бы, Орел, Мясо, там все понятно. Да, да, да. Позже, кстати, стали также появляться и много мяса в городе. Поэтому, то есть история того, что люди из провинциальных городов начинают болеть за московские клубы, я думаю, она уже настолько банальна, как бы, и настолько рабочая, что этот вопрос, по-моему, вообще не должен вызывать никаких претензий. Футбол, блядь, играть надо. Не, не, почему? Претензий никаких нет, как бы, кроме того, что футбольные функционеры вы хуели, петухи ломаются. Согласен, традиции мало, традиции вот именно в таких маленьких городских, именно городских уездных городов, традиции вообще не развивают. А за Тульский Арсенал ты болеешь в итоге? Да, за Тульский Арсенал нет, не болею. Ну, так бывает, наверное, приходишь. На самом деле, я не помню, когда последний раз вообще был на Тульском Арсенале. Тульские фанаты, обратите внимание на Федора. Несколько выездов посещал за Тульский Арсенал, когда он был оружейником. Там были, в общем, трудные этапы развития, сейчас не будем в это вдаваться. Когда команда играла по ЛФЛ, мы ездили в какие-то там интересные PRD, и это чисто просто для какого-то внутреннего развития, интереса куда-то. И для новых тем, для творчества. Именно, именно. Ну, у тебя помимо того, что ты рэп-артист, ты же еще стихи читаешь. А расскажи, чем отличаются твои стихи от того, что ты… Ну, от твоей поэзии, почему ты занимаешься и тем, и этим, и почему ты, например, ну, скажем так, не отдаешься 100%. То есть стихи не перекладываешь на песни, а выкладываешь их в интернет, там, и так далее. Ты участвуешь вообще в каких-то вот чтениях, как это называется? Да, иногда бывает. Ну, давай изначально этот вопрос рассмотрим. Ну, просто музыка, она первоначально как была, как условно, ну, как рэп. Вот. Стихи пришли чуть позже с… Просто как у многих такое бывает, создание каких-то других творческих проектов. Я просто понял, что я не хочу какие-то условно лиричные, условно какие-то личные темы, какие-то менее хардкорные темы перекладывать там на условно сопливый какой-то рэп, а их можно выводить во что-то более взрослое, более осмысленное, даже не то, что более осмысленное, просто немного другого формата. И, с одной стороны, это какой-то этап некий моего развития, что я могу свои мысли донести до людей, условно, не только которые там в слэме разносят друг друга ебальники, а сидят вежливо, пьют кофе и слушают. А с другой стороны, ну, у самого какой-то выход. Эмоции. Не то, что эмоции, а этого материала. Просто он накапливался, накапливался, я понимал, что я не могу его читать. Там и по технике немного все по-другому. Как говорил в своем интервью Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск», как в песнях тексты должны быть более певельные, а тут ты можешь закрутить как-то. Ну, у нас тексты все одинаковые по факту, по подаче, по ритмике и так далее, но стихи просто это, скажем так, эмоционально другое восприятие просто своего творчества. А вот я еще заметил, у тебя такой своеобразный вариант чтения стихов. Это когда-то там всем пиздец, я нахуй дю у тебя вертел. Это вот как-то твое что-то или, блядь? Нет, нет. Мои ветра зовут меня куда-то в путь, возьми у меня интервью, Юрий Дуц. Просто Саша, который владелец бренда Вот 80, друг твой, да? Я понял, да. Он прямо один в один тебя копирует. Я не знаю, кто кого, но прямо вообще один в один у вас получается. Наверное, ты просто какие-то увидел моменты из Инстаграма. Вот артикуляция вот этого всего. Нет, я понял, ты даже не особо ознакомился, наверное, с моим творчеством в плане стихов. То, что в Инстаграме, это какие-то зарисовки, просто скетчи были. У меня есть, в принципе, и в аудиозаписях, и это релиз был 2013 года. Проект мало думал. Че, че, это че, кто, кто это? Ты, кстати, спрашивал, выступаю я или не выступаю. Тогда было очень забавно на момент 2013 года, когда меня позвали именно со стихами на проект такой чтецы. В Москве он как бы довольно-таки известный, популярный там по многим городам. Ребята эту движуху поддерживали. И, то есть, многие люди, зная меня, что у меня там музыка посвящена в основном футболу по драм-эн-бэйсу и относительно такая жесткая. Потом это все заценили немножко с другой стороны. И там, конечно, такая реакция была. Блядь, ты еще можешь такие стихи писать? Как-то так. А то, что в Инстаграме ты говоришь, ну да, там просто изначально они были более личные, а какие-то зарисовки были уже более такие социальные с какими-то... Так кто у кого пиздит? Саня у тебя или ты у него? Нет, вряд ли кто-то что-то у кого-то пиздит. Я просто думаю, что... Ну, это твое личное видение. Ну, мое личное видение, да. То есть, понимаешь, это как подведение. То есть, ты начинаешь рассказывать историю, ты ее рассказываешь, рассказываешь спокойно, 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 по нарастающей. А концовка должна быть смысловая, которая закреплена какой-то определенной эмоцией. Вот, по крайней мере, как я это объясняю. Ну, и, соответственно, самая сильная эмоция может быть выражена ненормативной лексикой, условно. Не, ну я здесь не про нормативную лексику, я про самую. Но это интересно, между прочим, потому что не все врубаются, как и почему там читают стихи. Ну, я понимаю, да. Вот мы сейчас затронули тему того, что читаешь стихи про около футбола под drum and bass. Ну, и, соответственно... Не стихи и песни поешь. Песни, точнее, да, поешь под drum and bass. Соответственно, самая твоя хитовая песня, которая называется «Молодости города», она, соответственно, тоже под drum and bass. Вот. И расскажи, пожалуйста, как ты так додумался полностью спиздить музыку артиста от NetSky, правильно? Да, да, особо я, на самом деле, никогда не передавал этому прям сверхзначения. Пока не попал в iTunes. Пока не попал в iTunes, да. Надо было подписать, что это микстейп, тогда, я думаю, проблем бы никаких не возникло. Ну, расскажи историю создания. То есть у тебя, вот мое личное мнение, у тебя эта песня, как бы, ну, это топовая. Это самый топ из топов, хотя мне тоже нравятся несколько треков, которые, я считаю, не хуже. Вот, скажи, у тебя с этой песни все началось? То есть восхождение, скажем такое. А, куда восхождение? Я считаю, что восхождение еще не началось. Нет, ну, я имею в виду, что вот был там буфет Монфрер, да, там знают друзья, все дела, но после молодости города, как бы, знали не только друзья буфета, а уже, как бы, люди, вот, в частности. Ну, то есть это хит, как бы. Ну, я тебе скажу так, это был 16-й год, если тебя конкретно эта песня интересует, там был релиз, посвященный приуроченной к Евро, как раз. И в начале песня выстроила про Евро. То есть я его записал прямо, выложил прямо буквально в день перед началом чемпионата. Соответственно, когда начались события в Марселе, то есть эта песня стала форситься абсолютно везде. И первая песня, которую люди там условно начали воспринимать абсолютно другие, не из моего круга общения, это было именно связано с событиями в Марселе. И на этом же альбоме как раз была песня «Молодости города», и она вначале, то есть вообще, ну, особо никакого, скажем так, бум-эффекта не имела. Потом, когда уже начались какие-то концерты, люди, видать, альбом погоняли, послушали. И, ну, про Марсель, условно, половину людей из этих забыло. А это какая-то такая более гимновая композиция, которая не приурочена никакому не событию. У тебя что-то связано с этой песней? Потому что, ну, она все-таки такая, наиболее... Да, связана. Ну, вот предысторию тоже расскажу. Вначале ты про музыку спросил вопрос, к этому вопросу вернусь, а то сейчас подумаешь, что мы все такой минуса из интернета пиздим, как настоящие рэперы. Нет, нет, я задам тебе. Сам трек, он, в принципе, уже написан, когда мне было там не 20, не 21, не 22, то есть мне сколько, 25 лет. И такие переживания внутренние были, скажем, трек вообще посвящен, на самом деле, друзьям. То есть, ну, припев, понятное дело, а по куплету, если послушать, он про то, что многие люди какой-то свой задор определенный, молодецкий такой теряют, уходят в бытовуху, уходят в какие-то абсолютно, ну, семья, работа там. Ну, то есть, ты знаешь, я думаю, у тебя много друзей, которые и семью, и замечательностью с семьей, и с работы, но также находят время и на друзей, и на выезда, и на угар, а есть люди, которые просто пропадают и вообще исчезают. То есть, и вот, наверное, какие-то... У меня больше нет таких друзей. Ну, вот, да, про то и речь. И это как раз был некий посыл для всех, наверное, этих людей, с которыми мы одно время очень близко как бы дружили, что ребята там подпроебали свой задор, который вам был дан навеки. Ну, на самом деле, песня просто, скорее, даже направлена не на молодежь, там, условно, 20-21 года, которые только начали кататься на футбол, а скорее на людей, которые переживают некий средний кризис, что вот молодость такая, типа, угарная прошла. Хотелось бы вроде бы и вторую, и третью вернуть, а никак не получается. Вот я считаю, что должно получаться. Настоящая классика. Чего уж пиздить. Расскажу я, как вы давали вторую жизнь этому треку. То есть, мы, когда загрузили все в iTunes, естественно, от правообладателя последовала жалоба. Ну, да, так бы, даже скорее вопрос. Схуяли. Вы, как бы, наш трек-то забираете себе. Вот, на что, как бы, ну, а что тут ответишь? И песню начали банить уже везде, да, по всем пабликам, удалять. Ну, сейчас, кто не знает, развитие идет везде. То есть, понятно, что и ВКонтакте, да, там до 30 минут. Ну, и удалили с iTunes, а потом мы, соответственно, с ВКонтакте стали правообладателем. Да, Федор практически чуть не лишился квартиры. Из-за песни. Из-за какой-то песни, да. Так, как бы, всю жизнь удалась. И я предложил такой выход, говорю, слушай, ну, вот у тебя же есть там в Питере музыкальная группа, которая, ну, играют там тяжеляк какой-то, запишите эту песню, чтобы, ну, это была, там, может быть, другая тональность. Да по-любому ты уже, как бы, играешь на инструментах, уже не так докопаешься, потому что один в один ты ее все равно не снимешь, и докопаться будет тяжелее. Вот. И предлагал я изначально группу Nordic Sound Band питерскую. Всех прорекламировал. Ну, почему? Потому что я же действительно ее предлагал. И я искренне считал, что именно вот они, как бы, могут это записать. На что Федор ответил. Если кавер, то только с КВТ. Ну, как бы, да, песня-то, получается, хитовая, и надо сделать. И вот мы собрали тогда. Вот скажи, мне тяжело судить, а вот тебе, как артисту, получила вторую жизнь песни или все-таки нет? Думаю, да. И еще, причем, только этот этап поучения второго дыхания, он только начинается, я считаю, что по факту-то с момента выхода релиза еще месяц прошел. Краполетчик. Краполетчик, да. И то уже мы на одном концерте у тебя выступили как раз. Сейчас в Питер едем. Приглашение, да. Сейчас едем в Питер, и я думаю, у нас же опять там с тобой творческие планы, нетворческие планы. Я думаю, получится у нас визуализировать этот музыкальный ряд, и чтобы песня реально взорвала, и побольше людей ее услышать. Ну, на концерте могу сказать, что да, я вот видео смотрел с концерта, и там все такие стоят, на айфоны снимают, молодости, города. Лучше бы сломились, да, но... Ну, с другой стороны, я тоже людей понимаю, ваши песни, они знают наизусть уже, им там ничего снимать не надо, то есть там все в слэм влетают. А здесь типа, что за хер с горы на сцену вылезть так? Ну, я бы не сказал, как бы все равно знают. Что он вещать был? Нет, ну, это было интересно, интересно с точки зрения того, как это вообще все пройдет. Так вот, вернемся к музыке. То есть, ты, наверное, в тот момент, когда поступила жалоба от правообладателя, начал понимать, что надо что-то свое, да, как-то делать? Я скажу так, я это как бы всегда понимаю, просто исходя из того, что с тех музыкальных контактов, которые есть у меня, люди пишут музыку, ну, авторскую музыку, очень узконаправленно, очень только в одном русле. То есть, стандартный бит, бочка по 90, там, и мне такие треки, как бы, их много, их мне неинтересно делать, хочется как бы обновлять постоянное звучание, и чтобы они на концертах взрывали. И из каких-то, по крайней мере, тех людей, которые я знаю, кто пишет drum and bass, это все выходит очень-очень уныло, в большинстве случаев. Хотя сейчас вот мы последний релиз сделали полностью под авторскую музыку, там, то есть вся музыка, которая используется, это ребята писали мне биты. Вот, но на момент того, начало 16-го года, когда я подбирал музыку под свою сборку, там, опять же, на релизе, там только два позаимствованных музыкальных ряда было. Это как раз вот на Евро и на молодости города, то есть те песни, которые выстрелили, исходя из того, что просто не было контактов, не было выходов на хороших битмейкеров, которые бы смогли музыкальные мои задумки реализовать в какой-то цельный музыкальный продукт, пришлось позаимствовать. О, брат, это жулики. О чем песня «Она не такая, она ждет самурая»? О шлюхах субкультурных. Просто скажу так, на самом деле очень дико обидно, что... Очень дико обидно, что все девушки, им нравится эта песня? Все девушки, да. Там по смыслу все понятно. То есть, если не влезать во всякие психологические аспекты отношений, поведения и так далее, у определенного пласта, там, не знаю, молодых девчонок есть восприятие, что они принцессы, а все остальные, типа, пидорасы. Да, Кустиан Рональдо вообще ни разу не гей. Ну, дело даже как бы не в этом. Просто песня, на самом деле, про верность. И если ты на что-то претендуешь, ты должна соответствовать каким-то определенным параметрам. Хотя бы вот кавку почитать, например. Или по-латыни. Как там, у одних «Прощай оружие», а у нас вон кавку. Вот. Исходя из этого фактора, как бы песня вокруг этого построилась. Плюс у меня был небольшой опыт работы там в Санкт-Петербурге, во многих клубах. И я просто насмотрелся на, скажем так, молодую поросль женщины. Прям, а, что-то. Пистер, вот такая. Ёкнула. Не могу не прорекламировать твой концерт, который состоится 23 февраля в московском клубе «Бруклин Холл». Ты что-нибудь готовишь туда специального? Есть у тебя какие-то задумки? Может быть, ты хочешь спросить у людей? Может быть, они что-то хотят, чтобы там что-то исполнилось? Может, в комментариях пусть что-нибудь напишут такое. Вот хочу, например, там, не знаю, самурайку. На самом деле, ну, идеи у нас есть на этот концерт. С одной стороны, я их пока, наверное, раскрывать не буду. С другой стороны, у нас, по большому счету, концерты проходят все по одному формату. И для меня, на самом деле, это проблема в последнее время. Хочется что-то новое вводить, что-то новое делать. Тогда попросим, чтобы люди в комментариях предложили свои имплицы. Да, предложение идей. Ну, под видео, под этим, или, может быть, у Федора там в группе, да. Ну, я не знаю, где, как, кто выкладывать будет, но, честно говоря... Я все читаю. Я все читаю. И это самое. И это большая проблема, потому что хочется всегда чего-то нового. Может быть, вы сможете что-то предложить такое, что Федор сможет реализовать, и от этого на концерте будет круче всем. Чтобы организаторы клуба разрешили сжечь пиротехнику, наконец-то, в клубе. Для этого не надо у них спрашивать. Можно ли сжечь пиротехнику? Не надо. Потом штрафы. Чик-чик-чик-чик. Ну, как бы... Ладно. Привет, Сереге, да, как бы владельцу... Ти-ти-ти. ... этого, арт-директора клуба. На самом деле, огромное спасибо тебе за интервью. Выражаем мы с петухом, как бы. Давай без петуха. Давай. Футбольные функционеры, нахуй. Вот. Поэтому хотелось тебе еще раз выразить огромную благодарность за то, что предоставил свое время, прям буквально за, там, за сколько... За час до отправления поезда в Санкт-Петербург. Сейчас мы будем монтировать. А вы тем самым временем, когда будете смотреть конец этого видео, в комментариях обязательно, обязательно напишите, что бы вы хотели видеть на концерте у Федя, потому что... Кого бы вы хотели видеть на концерте? Кого бы вы хотели видеть? Кого бы вы не хотели видеть на концерте у Федя? Ладно, понял, ухожу. Не, 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 не прицепляйся. Все, всем спасибо, пока. Программа «Из глубины».